Долг за прошлую лекцию 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 у нас внезапно простейшее двигание каких-то прямоугольничков по растровой плоскости превращается в достаточно развесистую классовую модель. Такие дела. Это вот я к тому, что если вы задумаете делать какой-то пример на ПГМе, не забывайте про то, что на самом деле введение классов очень сильно упростит вам жизнь. Иначе вам придется по 100-500 раз одно и то же делать внутри одного мейнлупа, и это будет бесконечного размера код. Ну, в общем, вы понимаете. Кстати сказать, если уж на то пошло, можно, например, вот в этом списке объектов ввести такое понятие, как паспорт объекта, в котором он описывает, на какие события он вообще подписался. Такие дела. Сегодняшняя лекция про другое, потому что ПГМ мы оставили в стороне, пускай его, как так сказать, ну, пусть его будет, когда будет. Мы с вами принимаемся за библиотеку, которая называется TK-Inter. Это одна из самых старых, один из самых старых графических интерфейсов, которые вообще были когда-то придуманы для оконных систем, вот, приличных. Он развивался параллельно, ну, собственно, TK, интерфейс TK, развивался параллельно с языком программирования TCL, TCL, и виджет-сетом, который называется TK, и на самом деле под капотом, когда мы запускаем TK-Inter, запускается целый TCL-интерпретатор, который приезжает вместе с питона. В общем-то, TCL-язык несложный, вот, его интерпретатор совсем маленький, он отлично умеет рисовать все эти графические объекты, и вместо того, чтобы самому придумывать какой-то бидинг в библиотеке TK, оказалось проще просто построить интерфейс между питомскими объектами и TCL-интерпретаторами, и дальше работать с ними. Вот, с этим свойством связано некоторое количество странностей, которые будут вас преследовать, если вы решите сделать ваш проект с помощью GUI на TK-Inter. Вы должны понимать, что каждое окошко TK-Inter отдельное, которое запускается, это отдельный экземпляр интерпретатора TCL, к которому будет ходить ваш питон. В остальном, в общем, ничего страшного в этом нету. Значит, вот две ссылочки, ссылочка на справочник, хороший справочник, и ссылочка на учебник, вот, на русском. А мы пока поговорим немножко про идеологию. Значит, как вообще всякий GUI, включающий в себя кнопочки, менюшки, движение мышкой и вот это вот все, это, разумеется, штука, реализующая парадигмы сегментивного программирования. Причем, в отличие от Pgm, где нам пришлось руками в этом мейн-лупе самому за мим задавать логику, здесь ситуация более такая близкая к настоящей событийной парадигме, потому что мейн-луп вы вообще не видите. Мейн-луп от вас скрыт. Что там, какая там логика, скажем, определения адресации события, кому принадлежащается событие, вы это контролировать особо-то и не можете. Вот. Но с другой стороны, поскольку мы имеем дело с виджет-сетом, а не с какой-то произвольной игровой вселенной, да, там, в общем, эта логика не такая уж и разнообразная, да. У нас есть буквально десяток каких-то событий, которые могут произойти, это движение мышкой, движение клавиатуры, вот. Они могут произойти над каким-то виджетом, если они произошли над ним, он считается получившим событие. Есть понятие фокуса, о котором мы говорили в прошлый раз. Помните, что ситуация, когда… Или мы с вами не говорили? Это было на практике? На прошлой лекции. На прошлой лекции. Вот. Да, когда мы говорили про… Точно. Когда мы говорили про пигеи, мы говорили, что одно дело – это событие, у которых есть координаты мыши, да, координаты курсора, а другое дело – это событие, у которых, вообще говоря, никаких координат нет. Мы нажали на букву «ы», кому она принадлежит. И тогда есть понятие фокуса. Ну вот в TK-интере это все есть, и это сделано за вас. В принципе, получается, что TK-интер предоставляет вам некоторое количество оконных примитивов. Собственно, слово «виджет» – это сокращенно от «виндоу-гаджет», вот. Которые работают в рамках одного большого TCL-TK-шного окна, которое называется «root window» или как-то еще там вот такое слово «top level». Обратите внимание, все это ссылки на учебник, ну на справочник вот это вот все. Выглядит это примерно так. Вот мы, значит, запускаем наша… Давайте мы сделаем, чтобы было видно. Запускаем наш питончик. Вот. Говорим from TK-интер импорт звездочка. Не делайте так, да. Используйте какое-то сокращение, ну потому что иначе к вам приедет вот это все. Вот. Говорим что-то типа «o» равняется… у него «root» равняется «top level» и появляется окошечко. В моем случае оно перекрашено в удивительный цвет, но не обращайте внимания, у вас такого не будет. Значит, окошечко. Ой. Их появилось два. Почему два? Потому что когда вы активируете TK-интер, у вас появляется «top level» окошечко, а потом вы говорите запустить «top level» окошечко, у вас появляется еще одно. Вот. Это как раз свойство того, что вам нужен интерпретатор TCL для того, чтобы интерпретировать эти команды. И вы сначала запускаете интерпретатор TCL, он немедленно открывает окно, а потом вы говорите «создайте мне окно верхнего уровня». Создается еще одно. Поэтому в действительности делают не так. В действительности создают сразу виджет, а под него TCL подсовывает «top level» окно, которым вы поначалу даже не владеете. То есть вы можете написать что-нибудь в таком духе. F равняется frame. Вот. И под ваш frame… Давайте не frame, стойте. Давайте button. Потому что слово button понятное, да? И под ваш виджет под названием «кнопочка» создается окошечко, в котором будет эта кнопочка, где же она. Кнопочки не видно. Кнопочки не видно, потому что вы еще ее не… Как это правильно сказать? Вы еще не сказали, где она должна лежать. Прежде чем я покажу… Или нет, давайте я прямо покажу, как это делается, да? Frame… Сейчас как-нибудь сделать, чтобы было все видно. F.pack… Что, нет? Почему нет? F.pack… А как он, F.pack… Или ему параметры нужны? Чего, application has been destroyed, не понимаю ничего. Давайте еще разок. Да блин… О! Вы его не видите, а вот оно, это окно. Почему сейчас оно нулевого размера? Потому что я упаковал туда фрейм, а фрейм имеет нулевого размера границы, и вообще все нулевое. Ну и окно нулевого размера. Ну вот я сейчас скажу, B равняется button, parent равняется F. То есть я впишу в наше окошко кнопочку. Чего? Не parent? Мастер. Мастер. Угу. Вот. Ничего не поменялось. Вот оно, это окно. И вот когда только я скажу B.pack… О, вот она эта кнопочка. Да, у меня все зеленое, извините. Страдайте. Вот она эта кнопочка. То есть получается что? Что пока мы не расскажем, в каком месте и по каким правилам внутри окна отображается наш виджет, мы не можем… ну как бы… tk.inter нам их не показывает. Как только мы это делаем, он их нам начинает показывать. То есть, смотрите. Минимальная программа должна стоять примерно так. tk.tk.p. Ну, tk – это плохое слово. tk.d. Вот. Значит, напишем здесь from tk.inter import звездочка. Да, здесь заведем какое-нибудь окошко. f равняется frame. Вот. Тот факт, что мы фрейму не сказали, кто у него является мастером, то есть в какое именно оно окно вписано, как раз и свидетельствует о том, что мы запускаем отдельное окно, отдельный интерпретатор и все в нем. Дальше мы говорим b равняется button. Text равняется the button. И мастер еще надо. Мастер равняется f. И вписываем в нашу рамочку, в нашу кнопочку, после чего мы должны их все показать. Здесь мы говорим f.pac. Здесь мы говорим b.pac. Поскольку, как я уже говорил, tk.inter – это событийный движок, и в нем должен быть main loop, и этот main loop о нас скрыт, мы, кажется, должны сказать просто main loop. Могу собрать. Да. Вот. Значит, вот эта вот как бы минимальная программа, которая ничего не делает, у нас запускается кнопочка, мы на нее тычем, ничего не происходит, вот это все. Чтобы доказать, что рамочка существует, мы можем написать что-то типа border with равняется 2. Кстати, могу ошибиться. Сейчас, сейчас, сейчас. Не попал. А че это так не так? Ну, че мне понравилось? Ну, ладно. А, маленькими буквами. Понятно. Извините. Ну, ладно, ну, поправлю. Так, label. Нет, frame нас интересует. Нас интересует frame. Где у нас frame? Вот он. Какие у него параметры? У него есть параметр… ВД. Ну, я правильно написал border with, а еще нужен тот самый, какой у него, у этого бордера лельеф. По умолчанию он кажется flat, а мы хотим что-нибудь более интересное. Ну, вот, например, groove. Грув. Значит, рельеф равняется groove. Вон, видите? Вон он. Да, вот эта вот серенькая рамочка, это как раз тот самый frame. Вот. Мы можем даже сказать вот так вот, написать ему label frame, и тогда здесь написать еще текст. Текст равняется… Это просто другой виджет. Равняется… Вот. И в этом случае… Ой. Я что-то… Стоп. Нет? Может быть все-таки F большая? F большая, да. В этом случае просто будет видно. Во! Леберлин. Ну, неважно. В общем, понятно, что происходит. Единственное непонятно, почему они так себя ведут, когда их… Когда меняешь размер, вот это все. Об этом чуть позже. А пока что давайте продолжим исследование, какие еще бывают виджеты на этот счет. Вот. Так, это не оно. И это не оно. А оно это где-то вот… Сейчас, только что… Вот тут. Вау. Вот. Значит… Мы уже с вами видели виджет-баттн. Помимо виджет-баттн есть всякие другие интерфейсы управления. Они… Вот что-то я тут неправильно все написал. Видимо, они все с маленьких букв начинаются. Ну, давайте сюда так придем. Сюда придем, и там будет видно. Значит, всякие другие интерфейсы управления типа, допустим, ну не знаю, там листбокса, да. Это вот такая штука, на которую вы нажимаете, а она вниз раскрывается. Вот. Эх, тут не видно, не нарисовано. Ну понятно, что это такое, это список. Вот. Фактически это такой текст, у которого можно выбирать строчки. Вот. Вот. Или, допустим, какое-нибудь меню. Вот. Тоже, кстати, нету картинки. Ну, неважно. Значит, что там еще было в этом… Энтри. Вот. Энтри – это штука для ввода текста. Во. Тоже нету. Ну, давайте ее тогда заведем, потому что на это надо посмотреть. Энтри – это маленький-маленький текстовый редактор на одну строчку. Мы его забыли упаковать. Е.пак. Да елки. Пак. Вот оно. Кстати, оно мне текст не нарисовало почему-то. Видимо, там поле текст значит что-то другое, а надо было сказать не текст, а что-нибудь более хитрое. Сейчас найдем. Ну, в общем, вы меня поняли. Какой-нибудь текст по умолчанию. Не вижу. Ну, собственно, это не так важно. Смотрите. Значит… Но таким образом мы сейчас только планируем некий интерфейс. Мы размещаем эти кнопки, как попало на экране. Вот. Они что-то делают. Мы, когда приходим в mail loop, фактически больше ничего не происходит. То есть сами виджеты свою логику реализуют, а никакой нашей логики… ну, как бы мы ее не навешали туда. Кто будет обрабатывать все вот эти события? И здесь мы переходим к классической логике событийного программирования, которая состоит в том, что перед тем, как войти в mail loop, мы, собственно, регистрируем обработчики событий. Вот ровно так, как мы бы это делали руками в той схеме в pgame, про которую я говорил в начале лекции. То есть мы должны приклеить к каждому из виджетов обработчик какого-нибудь события. Делается это так. Мы пишем что-то типа виджет.bind. Ну, или давайте b.bind. Давайте посмотрим, как это делается. b.bind.bind. Это где-то в конце должно быть. b.bind.bind. Дальше название события. Это название, это текстовая строка. Она специфична для CLTK-шного интерфейса. Вот. Сейчас мы про нее чуть-чуть поговорим. А дальше мы должны передать ей функцию обработчик. Ну, например, давайте определим универсальную функцию, которая просто все дампит. c.bind.dump.org.c. только не c, а это у нас параметры какие-то позиционные, позиционные, я сказал, а это именные. Вот. И посмотрим, что нам передается обработчику. И здесь напишем print rgp rgn. Вот. И здесь напишем bbint, значит, ну, например, какой-нибудь mouse move. Сейчас я посмотрю, как он выглядит. Вот bottom 2, значит, нажатие второй кнопки. Ну, давайте нажмем. Нет, давайте лучше mouse move. Сейчас. Пример, пример, я циклс. Сейчас, секунду. Начисло чего? У меня дома на мыши, по-моему, 12 кнопок. Вот. Нету. То есть там есть какое-то ограничение такое, как раз типа порядка 16 или 24. Motion. Просто motion. dump. По идее, после этого, когда мы запускаем... О, смотрите, я вожу, просто провожу мышку над кнопочкой, и у меня забинденное событие происходит. И обратите внимание, что оно передает нашему методу dump, функции dump, что-то, что выглядит как строка. А, а нет, не строка, это motion event, то есть это какой-то объект, типа события, у которого есть параметры x и y, и это координаты в пикселях относительно начала нашего окошечка. То есть вот то самое действие, поймать хардварное событие, преобразовать его в событие, направленное конкретному объекту, и отправить его конкретному объекту, за нас сделал такой интер. Это он поймал движение мыши, обнаружил, что оно адресуемо кнопочке. Вот видите, оно сейчас адресуемо не кнопочке, а вот сейчас оно адресуемо кнопочке, преобразовал его в событие, предназначенное для кнопочки, в котором преобразовал координаты в относительные левого верхнего угла кнопочки. И вот после этого, значит, собственно, и, да, теперь, значит, ну давайте сделаем вот так вот, допустим, b.bint, что у нас еще есть? b.bint, и, видимо, номер, b.bint1, это так называемая последовательность, то есть мы говорим, что это кнопка, и мы говорим, что она номер один. Ну и что-нибудь типа e.get. Обратите внимание, что это метод поля entry, который должен, видимо, достать строчку. Сейчас давайте. Ну, конечно, не надо, мы же видим метод. Скобочки после dump мы тоже не ставили. Но нет, это плохо, потому что он ничего не вернет. Нам надо его принтать еще. Ну, ладно, давайте так сделаем так. Так, dev dump m. Как-то придется воспользоваться чем-то типа декоратора. Ну, прямо сейчас не хочу, иначе все запутаются. Ну, хорошо, напишем dump e, да, значит, мы теперь знаем, что у него единственный параметр это событие, event, ну, ev. Вот, здесь напишем print e.get, и вот здесь вот уже нужны скобочки, разумеется. Ну, и давайте ради интереса вот так сделаем, чтобы было видно. Ну, а event, посмотрим, что он дает. И тогда здесь вместо event dump e. Ну, вот. Вот. Как видите, это... А. Вот, я, собственно, ради этого затеял. Метод get у entry возвращает строчку, как видите, вот, которая в нем есть. Вот. На самом деле мы можем, например, забиндить на e событие, которое возникает всякий раз, когда мы что-то меняем. Сейчас мы посмотрим. Я думаю, кей-пресс, вот. По-моему, так это пишется. Только не all, а any, разумеется. А, кстати, может быть, может быть, не надо, не надо кей-пресс, а надо... Хотя... Давайте попробуем. Только не all, а any. Сейчас, точно any. Modifiers. Any. Вот. Ну, потому что все клавиши мы не будем нажимать. Чего, вот так? Чё-чё-чё-чё-чё-чё? А что я сделал не так? А, any. Кей-пресс. Это же суффикс, да. Это не конкретизатор, а суффикс. Ну, хорошо. Вот в этом языке я не разбираюсь. В смысле заданий, событий. Это надо всегда подглядывать в виджете, в этом самом, в справочнике. Видите, да? Дальше, значит, я рассказывать на эту тему не буду. Пока что будет у нас отдельная тема так называемых строковых переменных, но это не сейчас. В общем, вы меня поняли. Значит, этих виджетов на свете много. Как мы уже видели, рамочек две штуки. С титлами не титлами. Всевозможных управляющих виджетов несколько. Всякие менюшки. Что там еще есть у нас в списке? Ну, всякие скроллбары, градусники. Вот это все. Ну, все, что мы обычно видим в простейшем наборе виджетов. И два страшных виджета текста Canvas, которые очень-очень серьезные. Текст — это текстовый редактор, в котором есть, например, тегирование кусочков текста с тем, чтобы потом всем затегированным кусочком изменить начертание, цвет, шрифт. Ну, короче, такое. То есть, фактически, виджет текст — это такой странноватый, но достаточно продвинутый текстовый редактор, в котором можно управлять внешним видом. А виджет Canvas — это, вообще говоря, странноватый, но работающий графический векторный редактор, с помощью которого, собственно, была сделана черепашка, о которой у нас был разговор позапрошлый раз. Ровно это и есть реализация возможностей виджета Canvas. ТК Интерского. Вот. Значит, поскольку это довольно сложная штука, про них я сейчас говорить не буду. Вот. А давайте лучше поговорим про... Ух ты, как я быстро про все рассказал. Ну и ладно. Поговорим про компоновщик. Значит, смотрите. Мы сейчас пользовались компоновщиком, который называется Pack. В английском переводе это называется Layout Manager. Вот. Он довольно странноватый, этот Pack. Он позволяет добавить куда-то очередной виджет. Вы можете его добавить справа или вниз, или слева. Ну, то есть, напихать. Да, вот буквальный перевод. Помимо компоновщика Pack, есть еще компоновщик Place, которым вы указываете реальные координаты внутри виджета. Ну, понятно. Реальные координаты, это значит, что изменение размеров окна, это не ваша тема. Потому что они все будут по этим реальным координатам лежать. Или вы должны вручную все это менять. Поэтому считается, что наилучшим упаковщиком, которым, в принципе, следует пользоваться в ТКИнтере, является упаковщик, который располагает виджеты в виде таблицы. Просто таблицы. Он называется Grid, решетка. Если мы его будем использовать тупо, значит, ну, давайте еще раз. Frame f f.pack Если мы, вот, b равняется button, ton, master, равняется f, текст равняется b1, ну, соответственно, 1, 2, 2. И, скажем ему, b1.grid, b1.grid и b2.grid. Ну, и менлук, естественно. Вот. То мы не увидим особой разницы. Вот они. Вот. Но мы можем... Давайте мы это тоже сделаем в грид. Мы можем, например, сказать... Давайте проверим, что это работает. Но я думаю, что это работает. Вот. Мы можем, например, сказать, что... В какую колонку мы собираемся поместить... Колум... Не, row равняется 0 в тот же нулевой ряд, а колум равняется 1. И получить вот... Колум... Понятно. И получить вот такую... Да что ж такое-то? Нм. О! Ну, давай колонку первой. Ну, казалось бы, какая, в общем, разница? А разница вот какая. Мы можем управлять, во-первых, прилипанием виджетов к краям той ячейки, внутри которой они оказались. Давайте мы сделаем вот так вот еще. Е равняется... Ну, или там, Л равняется... Лейбл. Текст равняется... Там... Ну... The Text. L.grid. По умолчанию он будет добавлен в нулевую колонку второй уже строчки. Если мне не изменяет память. Да, вот он. Первые строчки, понятно. Строчки номер один. Вот. Нет. Извините. Мастер равняется F. Вот. Вот. Обратите внимание, как это устроено. Вот у нас есть две колонки. В одной из них B1, это текст. И тем самым колонка масштабируется на максимальную ширину этих двух виджетов. А в другой из них два. И тем самым колонка масштабируется на максимальную... Ну, короче, на два. Да, у нас три элемента. Первый. 0.0. 0.1. 1.0. А 1.1 нет. Для того, чтобы наш виджет прилип к краям, ему нужно указать так называемые стики. Когда мы говорим grid, мы еще должны сказать, к чему он должен прилипнуть. Но прежде чем он будет прилипать, мы сначала настроим жесткость этих колонок. Дело вот в чем. По умолчанию наша табличка фиксированного размера. Что бы мы с ней ни делали, как бы мы ни двигали размер окна, сама табличка будет строго того размера, чтобы в нее вписывались все наши виджеты. Ну вот, как вы видели, мы добавили виджет шириной текст, некоторые ширины, и размер первой колонки увеличился, а дальше с ней ничего не происходит. Чтобы с колонками что-то происходило, мы должны задать ей ненулевую, наоборот, гибкость. Гибкость, да? Вот, эластичность, вот, правильная тендерная эластичность. По умолчанию эластичность всех колонок ноль, поэтому как бы мы ни меняли объем лишний виджет, они все равно там застревают. Для того, чтобы это заработало, мы должны задать тому окну, внутри которого у нас расположена решетка, Какого у него, какие у него, давайте мы здесь сделаем, B, D равняется 3, а как там, рельеф равняется, какое там было слово? А? Грув, да, вот, B, D, надо, короче, B, V, да, бордер, действительно, спасибо, устал я, вот так, да, вы хотели? А, мастер, я тут что-то написал не то, да? Ага. Во. Вот она. Она пока не расширяется. Значит, фишка в том, что наш фрейм, он тоже имеет нулевую гибкость и поэтому не расширяется. Для того, чтобы он расширялся, нам надо сказать тому окну, которому принадлежит фрейм, его мастеру, фрейм, фрейм, точка мастер, точка кол, кол, колу, м, н, кон, фигуре, ве, г, равняется 1. Почему-то, почему-то эластичность колонки обозначается числом вейт, вес, не знаю почему. Колу, колу, н, колу, н, ага, вот так вот, возможно, вот так вот, сейчас посмотрим. Парент, вот здесь слово парент. Спокойно. Парент, а все-таки мастер? Да. А я что написал? Нет, полон конфигура без нижнего. Да нет же, но слово мастер же отсутствует. Прямо, конечно. Все, спасибо. И все-таки парент, нет? Мастер? Ага, и здесь все-таки, во-о-о, фу, тормоз. А, да, там указательный номер колонки. А, номер колонки, нулевой. Все забыл. О, значит, в результате должно получиться следующее, что нулевая колонка у меня не получилось. А, сейчас получится. Куда она должна прилипать? И вправо, и влево, да? Это, значит, east и west. Ну-ка. Да. Видите? То есть, мы отконфигурировали нашу рамочку таким образом, что она прилипает к правому и левому краю, а поскольку эта колонка в нашем окошке имеет единичную эластичность, то, ну вот. Значит, для того, чтобы она прилипала ко всем краям, надо то же самое сказать про ряд. Не так. Вот. Я здесь сказать еще north и south, что она прилипала ко всему. Вот. С рамочкой разобрались. Рамочка теперь внутри нашего, внутри нашего окошка прилипает ко всем краям и изменяется вместе с размером окошка. А кнопочки все еще прибиты жестко. Ну, мы теперь уже знаем, что делать. Мы должны сказать нашему фрейму, что, допустим, у него первая колонка, первая колонка, это значит колонн конфигур 0, имеет жесткость 1. И вторая тоже. Ну, в смысле, нулевая и первая. Посмотрим, какая разница получится. Да. Но, как видите, теперь у нас виджеты не прибиты, а занимают, каждая колонка, вот, проводим здесь черту, каждая колонка занимает половину экрана по ширине. А по высоте нет, потому что мы ряды еще не настраивали. Если мы сделаем то же самое с рядами, ну, допустим, верхний ряд у нас будет жесткий, а нижний ряд у нас будет гибкий. Да? Значит, f.row конфигуре, нулевой ряд у нас будет жесткий, а первый ряд у нас будет гибкий. в результате при изменении размера кнопочки останутся по вертикали на месте, а вот этот самый лейбл будет центрироваться. Если мы при гриде укажем, допустим, стики нашей кнопочки, стики прилипать к краям, то и кнопочка получится с измененным размером. Вот даже такое, стики, отлично. Обратите внимание, она уже больше, кнопочка B1, потому что она теперь занимает всю колонку. Вот. Вот, собственно, и вся механика. Вот. Мне кажется... А, да, последнее, что я хочу сказать, что вот этот вес, единичка и нолик, и не единичка, это всего лишь коэффициент умножения. Например, если мы говорим, что жесткость нулевой колонки у нас 1, а жесткость первой колонки 2, то... Не жесткость, мягкость, эластичность, то вторая колонка будет расширяться в два раза быстрее первой. Смотрите. Ну и сжиматься тоже в два раза быстрее. Таким образом мы можем в рамках нашей таблички, в которой мы размещаем виджеты, как-то контролировать, как они будут отрисовываться. Теперь понятно, зачем нам нужны виджеты типа фрейм невидимый, без рамочки, без всего. Внутри каждого фрейма своя собственная геометрия. Мы берем ячейку, набрасываем туда виджеты, сама эта ячейка входит в какую-то другую ячейку и подчиняется ее геометрии, ну и так дальше. Мы можем делать грид в гриде, разные эти самые, можем делать пэк внутри гриды, если очень хочется. Ну такие дела. Потому что иначе, если вы любой простейший интерфейс пытаетесь запланировать, какой угодно, вот такой. Что мы здесь видим? Мы здесь видим слайдер, мы видим несколько вкладок, еще один слайдер, этот самый листбокс и радиобутон. Тут может быть несколько кнопочек. И в каждой вкладке еще сколько-то чего-то. Представляете, какой объем бессмысленного и беспощадного логики размещения всего этого безобразия придется применить, если не использовать какую-нибудь подходящую геометрию, например, геометрию таблички. Обращаю ваше внимание на то, что гибкость относится именно к столбцам и строкам. То есть если уж вы создали строку гибкой, она будет гибкая для всех ячейк, которые в ней, или столбец. Обращаю также ваше внимание на то, что приклеивается виджет, разумеется, в рамках одной ячейки. Как вы его прибили, так и держится. Ну, не знаю, привести пример с рамочкой, да? Давайте приведем пример с рамочкой. А, кстати, нет, давайте, знаешь, что сделаем? Давайте мы его, когда будем располагать, скажем ему, ща-ща-ща-ща-ща, колумбспан какой-нибудь. Во. Тут вот скажем, допустим. Опа. Видите, да? У нас нижний виджет занимает обе колонки. Потому что мы сказали, что займёт тут две колонки, начиная с той, в которой он будет позиционироваться. Ну, на самом деле надо было написать, конечно, колумбн равняется нулю. Роу. Роу равняется одному. Ну, я просто воспользовался умолчанием. Вот это вот более правильно без умолчания писать. Но разницы никакой, как видите. Вот. Если почитать вот эту документацию, там ещё будут всякие тонкие элементы настройки, поля, отделение полями, чтобы виджеты не налипали друг на друга и так дальше, и так дальше. Ну, это всё уже дело скорее эстетики, чем дело. Вот. Это я сказал, это я сказал. Именно ване несколько быть и сказал. Значит, смотрите, в принципе, в принципе, вы можете, когда создаёте кнопочку, вы можете ей, этой кнопочке, сразу вместо бинда сказать, что ей нужно делать в случае чего. Вот давайте вернём наш dump. Не так мы его вернём. Ой, нет. Вот. Вернём наш dump. И, скажем, здесь вот так вот, button 2, здесь напишем command, равняется dump. Вот. Это операция почти похожая на операцию bind, то есть мы заминдили обработчик. Но сейчас увидите разницу. Когда мы говорим command кнопочки, ей событие не приезжает, нафиг оно ей нужно. Зачем мне знать координаты, на какой они меня нажали? Координаты, зачем мне знать? Вот. А кнопочка command позволяет использовать всевозможные функции, которые не умеют обрабатывать координаты. Да, вот в этом случае мы могли бы, мы могли бы на самом деле вместо бинда вот здесь сказать dump.e, да? Мы могли бы сказать, когда мы бот наш заводили, мы могли бы ему сказать что-то типа command равняется e. А, нет, не могли, потому что нам надо было печатать. Ну, неважно. В общем, вы меня поняли. Мы можем сделать функцию, которая игнорирует событие, взять эту функцию из другого. А, о, я знаю. Смотрите. Command. Е. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Сейчас, секунду. Где у нас там? Это что у нас? Это у нас entry. Какие у него есть методы? Get, scan. Сейчас, отделит какой-нибудь есть? Clear или что-нибудь такое? Нету. Не шмогла. Жалко. Ну, обратите внимание, кстати, я говорил уже, что entry – это не просто штучка, в которой можно вести. Это маленький текстовый редактор. Вы можете вставлять туда кусочки строк. Если, например, у вас текст не помещается по ширине в ваш entry, вы можете центрировать вот так, чтобы было видно именно конкретную букву. Например, нажали клавишу home. Кто за вас это обработает? О, select clear. Вот, давайте вот так сделаем. Е, это будет работать, точка, select clear. Что по этому мы сделали? Мы взяли и прибили к кнопочке bind, к кнопочке B, прибили команду, которая будет вызывать метод select clear кнопочки E. Только не здесь, потому что его здесь еще нету, а вот здесь. Что? Потому что, потому что его еще нету. Смотрите. Ой. Он взял и снял выделение. При нажатии на кнопочку. Вот. Clear the selection, да? Такие дела. Так. И это что касается вот этой картинки. Теперь здесь, да? Значит, бинзинг, значит, некоторые, некоторые виджеты, смотрите, в документации, имеют так называемые действия по умолчанию, которые привешиваются, ну, например, к параметру command, если вы создаете кнопочку, да? И в некоторых случаях это удобнее, потому что та функция, которая обрабатывает вот эту, она не обязана принимать в качестве параметра событий. Так. И это что касаемо бинзинга. Вообще говоря, вы можете регистрировать свои собственные события. Любые. Они должны быть заключены в двойные угловые скомочки, вот, и называться как угодно. Вот. Ой. Ну тут, видите, события триггерятся по наступлению других событий. Мне это неинтересно, я хочу по даймеру выбрасывать. Сейчас поищем, у меня где-то было. Так, сейчас давайте посмотрим в лекциях прошлого года, наверняка есть. Вот лекции прошлого года. А тут это таймер, это не синтетическое событие. Не-не-не, интересно, как... А, вот, вот, но про длинный. Сейчас я найду, как это делать, просто посмотрю. Значит, смотрите. Не вижу. Во! Рут, вот оно, рут-эвент генереет и, значит, некий ивент. Вот. Ивент-ад, он привязывает одно событие к другим, а ивент генереет, он просто говорит, дорогое рутовое окно, сгенеет, пожалуйста, событие. Вот, вот какое-нибудь, вот такое, неважно какое. Вот. И, собственно, все. Давайте попробуем. Значит, давайте мы добавим кнопочку в эту фигню. Вот эту, например. Коммент равняется, ну, даже не знаю, что сделать. Ну, допустим, emit-эвент. Ну, emit, пускай будет просто emit. Нет, это в батоне, да, это не здесь. А тут уже есть команд. Ну, здесь, значит, да. Вот. Дев, emit. Это команд, поэтому мне нужен параметр. f.event.generate, ну, допустим, bu, так. Что? Что я сделал не так? Нету у этой кнопочки венту, вент должен быть у рута. Хорошо. Значит, это не здесь, а вот здесь. f.parent. Ну-ка. А что, есть мастер, что ли? Тормоз. Там, может, мы будем генерировать, это одна функция, еще не будет путем. Точно. Это одна, а я написал, вент.generate, да, фу ты, елки-моталки. Так. Вот здесь, да? Кстати, не факт, что так заработает, ну-ка. Да, это надо все-таки парен делать. Что, генерейт? Понятно, спать хочется. Ну-ка. О, вот. Значит, теперь надо какой-то, чтобы кто-то этот event-generate вообще хватал. Интересно, кто его будет... f.bint.bu.dump. Тыдыщ! Нажатие на кнопочку b сгенерило ивент bu, синтетический, который был вставлен в этот самый, в поток событий, ну, в данном случае f, но можно было и рутовому окошку. Его перехватило f, и оно его обработало. Такие дела. Значит, почему я про это вспомнил? Потому что, как вы видите в лекции, вот в прошлом году, тут, видите, большой пример, я не хочу его давать, потому что он здоровый. Значит, было описано, как делать аналог вот этого питоновского, в смысле, пигеймского таймера. У токинтера есть свои таймеры, но они довольно странненькие. Они скорее расписание выполнения событий, как это там, планирование событий на выполнение через определенное количество времени. Это не совсем таймер. Вы говорите, вот через 15 минут, пожалуйста, сделай то-то. Ну, например, вбрось мне ивент. Вот. Поэтому вот в том примере, который я сейчас закрыл, в нем использовался движок Thread, ну, то есть модуль Thread, да, евойное событие, евойное событие, где оно тут? Ну, короче, надо посчитать, я сейчас не буду это показывать, потому что поздняк уже. Короче говоря, использовался питоновский движок порождения событий по времени, но то, что порождалось, то событие, которое случалось по времени, оно просто вбрасывает в ваш токинтеровский мейнлуп синтетическое событие, а дальше токинтер уже как нормальные события его читает. Ну, я, наверное, сделаю просто ссылку на этот кусочек, чтобы можно было посмотреть. Для того, чтобы упростить работу с какими-то типовыми операциями, есть специальные простенькие скрипты на питоне, которые выводят сообщения в месседжбокс с нужными кнопочками, вот они, варианты. Файловый диалог, вот он примерно так выглядит, и выбор цвета неожиданно. Color Chooser. Да, это просто окошечки, в которые вы что-то передаете, а от них забираете нужные вещи. Здесь на какую кнопку нажали, здесь какой файл выбрали, а здесь какой цвет выбрали. Вот это просто удобно для выполнения того, что есть. Значит, так, формально я сказал все, хотя немножко смял все это изложение, ну, что поделать, спать хочется. Значит, чего хочется сделать за этот раз? За этот раз хочется написать программку, которая как раз будет вбрасывать синтетическое событие. А именно, она будет считать бесконечную последовательность, вот такую, она циклическая, в конце концов, кажется, доказано, что она в конце концов циклическая, не помню. Такая классическая очень последовательность. Вот. Тут умножить на 2, а не делить на 2. Почему пополам-то? Нет, тут что-то другое должно быть. Ладно, сейчас подгляжу, в общем, ошибся я. Короче говоря, но идея стоит в чем? Что у вас вбрасывается 2 синтетических события в поток, одно из них по таймеру, когда вы, значит, вычисляете очередной член этой последовательности и вписываете его в ваш текстовый виджет. Разумеется, если есть метод get, то есть и метод set. Есть метод set, давайте проверим, а то, может, я вас обману. Может быть, там более сложная какая-то конструкция. В entry. нету метода set, да? Плохо. А, слушайте, а вам не нужен entry, вам достаточно лейбла. Вам же не нужно его вводить в этом месте. А у лейбла есть метод set, я думаю. А, у нее просто текст. Мы говорим, лейбл точка текста равняется чему-то. Вот и все. Давайте проверим. Вот. Кстати, сказать еще одна вещь, которую я хотел рассказать, и, видимо, это будет уже последняя вещь из тех, которые я рассказываю. Это про то, как вы можете менять параметры виджетов после того, как их создали. Потому что вы их можете создать. Ну, смотрите. f равняется frame. Ну, да. Сейчас мы их разнесем. Что там такое? А, господи, прости. L равняется лейбл. Мастер равняется f. Текст равняется лабел. Да? Че? Вот. f.pack, ну, или grid. L.grid. Вот. Вы можете сказать, L.configure, или config, неважно, текст равняется это было слово new, но неважно. Вот. Это метод config, это традиционный метод для языка чель. Вот. А в питоне есть способ более такой, что ли, короткий. Вот. 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 То есть вы можете это сделать с помощью config, а можете сделать просто вот таким вот способом. Обратите внимание на то, что ну, те из вас, кто учил питон в прошлом семестре, понимают, что в общем принципиальной разницы между тем и этим нет. Одно метод, другой метод, одно просто метод сатайтем. Вот и все. Подумаешь, ну, Лиза, он так сатайтем. Нам же лучше. Ну вот. Соответственно, мне кажется, что выводить по таймеру значение надо именно в лейбл. Делать от него стринг и выводить. Вот. Значит, опять потерял. Да, вот. Значит, короче говоря, вот эта вот формула, она либо циклическая, либо, ну, она циклическая. Надо вычислять раз в сколько-то там раз, ну, там, N раз в секунду тут написано. Вот. А еще кнопочка стоп, которую вы нажимаете и все останавливается. Вот на этом надо, собственно, и закончить. Две кнопки, в смысле, одна кнопка, два поля ввода начального значения и текущего, и вбрасывание синтетических событий. Вот в этом надо потренироваться. Значит, да. Я правильно понимаю, что это не AN плюс 1, а AN плюс 1? AN плюс 1, да, 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 сейчас я, и это AN плюс 1. Сейчас я тут вот, надо поправить просто формула неправильная. вот здесь надо вот вернуть. По-моему, вы помните, как это вот так вот это делается? Кажется. Такой техобразный там синтексис. Да, правильно. И второй такой же, и еще там не делись на два, вот здесь вот, не делить на два. Вот здесь такое же, да. А вот здесь вот, кстати, не делить на два. Сейчас давайте я вспомню. Секунду. Это задачка из книжки программирования игроговоломок этого самого какого-то француза, сейчас вспомню, Жака Арсака. Вот. И у него есть, во, во, и у него есть вот это вот 3P плюс 1. Сейчас поправим. 3N плюс 1. Вот теперь правильно. здесь надо было, ну, ладно. В общем, понятно. Вот. Собственно, все. Смотрите, как я уже говорил, вы не обязаны ваш финальный проект делать именно там, на TK-интере. но если вы придете ко мне со словами я не знаю, что мне делать, вернее, мы не знаем, что мне делать, потому что должна быть команда, то я вам выдам проект именно на TK-интере, поэтому имеет смысл его поизучать. если у вас нет идей, какой вы на самом деле хотите сделать проект. Вопросы? Ну, все так, да, значит, до следующего раза. Я надеюсь, у нас будет, мы вернемся к ГИТу. Вот.